Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Сегодня у Гомеля проходит выездное посаджение постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь по региональной политике и мясцовым самокеровании. У регион с официальным визитом прибыл надзвычайный и полномочный посол Французской Республики у Беларуси Дидье Канес. Студенты Гомельского технического университета и мясо Сухого стали переможцами первого республиканского конкурса молодых проектировщиков. Сегодня означается День Святого Валентина. И больше подробно об этом и не только. Сегодня у Гомеля проходит выездное посаджение постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь по региональной политике и мясцовым самокеровании. Депутаты разглядают практику реализации законов, абрада цинной безпецы и правовым режиме потерпелых территорий. Адраджение и социально-экономичное развитие регионов, которые потерпели у вынику аварии на Чарнобыльской АЭС. На протягу 30-ти опошних годов гэтая тема з'является одной из головных у деяностей большинства науковых установ Гомельской области. При этом доследования ведутся по широким коле пытаниям от организации сельско-господарчей вытворчасти на забрудженных территориях до ведения лесной господарки. При этом иснуют обовязковые умовы. Укранение распрацовок в ученых повинно быть экономично выгодным и беспечным. Грунтовные доследования у сферы здоровья ведутся в Республиканским науково-практичным центры радиоцинной медицины и экологии человека. Что году стационары гэтой установы проходят лечение коле 14 тысяч жихаров Беларуси. А распрацованные тут методики выкарастовываются в шмат яких краинах света. Мы говорим и о сельском хозяйстве, и о продуктах питания. Мы говорим о тех профилактических направлениях, которые необходимо сегодня вести с нашим населением. И особенно с подрастающим поколением, особенно дети. Ну естественно, мы же знаем, что есть целый ряд определенных заболеваний, которые требуют соответствующей профилактики. И, наверное, может быть даже та оздоровительная политика, которую мы сегодня проводили и проводим, она, может быть, не всегда соответствует, будем говорить, тем потребностям, которые предъявляет общество. Сегодня у Гомель с официальным визитом прибыл надзвычайный и полномоцный посол Французской Республики у Беларуси Дидье Канес. У программе с устреча с керавництвом в области, ознамление с экономичным потенциалом и социальной сферой региона. Дидье Канес посаду посла Французской Республики у Беларуси, займаясь со снежни минулого года. На Гомельщине – это его первый официальный визит. Распочался он с наведыванием гимназии номер 46, которая носит имя Блеза Паскаля. Выдатный французский ученый и философ является уродженцем города Клермон-Ферран, с яким у Гомеля усталяваны по братимске совезе. Дипломат ознамелся с организацией учебного процесса в установе. После провел сустречу с наставниками и навученцами, подчас якой отказал на их питании. До речи, размова велась на французской мове. Меня очень импонирует, во-первых, уровень знания французского языка учеников, также как их энтузиазм и любовь к французскому языку, их интерес к французской культуре. Гимназисты с 2000 года, 10 класс, имеют возможность выезжать каждый год на стажировки в лицей имени Блеза Паскаля и имени Жанны Дарт в Лермон-Ферран, что позволяет им на практике применить те знания, которые получают дети в гимназии и, скажем, благотворно потом уже применять во своей взрослой жизни. Ну и данное образование повышает, естественно, конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. Протягиваем выпуск. Каля 200 жихаров Гомельщины вызволены от уплаты сбору на финансование державных выдатков в связи со складанной житевой ситуацией. Самые частые причины – хворобы, учеба, войсковая служба и протяглый пошук працонного места. А последний термин уплаты сбору – 20 лютого. За каждый наступный день будет наличиваться пеня. Предугледженной администрационной отказностью выглядит штраф от 2 до 4 базовых величин. Крайняя мера – арышт до 15 суток, але такие покарания будут разглядаться у судовым парадку. Пакуль же супрацовники податковых инспекций нагадывают, что есть ясчая часа платить сбор. Альбость вернуться у мясовое советы депутатов и макчыма отрымать вызволение от его уплаты по причине складанной житевой ситуации. Например, когда человек отпрацовал по договору найму в 2015 году, крыху меньше, как 183 дни, але протягивая працовать там, и зараз то великий шанс не платить. А кроме того, особливо пильно разглядываются звороты мать-одиночек и тех, кто сутыкнулся с серьезными материальными тяжкостями. На сегодняшний момент у нас уплатили порядка миллион триста, то есть, если без учета динаминации, это порядка 13 миллиардов денежных средств у нас поступило в бюджет в рамках третьего декрета. То есть, это в целом по области, это порядка пяти с половиной тысяч физических лиц уплатило сбор. До темы реализации декрета номер три мы вернемся у нашим вечерним выпуску. А пакуль до инших тем. Студенты Гомельского технического университета и Мясухого стали переможцами первого республиканского конкурса молодых проектировщиков. Организатором выступил навуково-даселечий институт Белгипропаливагаз. До речи, все призовые места завоевали гомельчане. Наш корреспондент Дмитрий Котов сустрелся с переможцем конкурса и ознайомился с его проектом. Алексей Воронков для подрыхтолки заденешал увесь вольный адвучобый час. На протягу больше двух месяцев працевал над проектом по забеспечению жилого дома газовым обсталяванием. У роли консультантов выступили выкладчики университета. Задание для всех удельников с поборництва было одним. Як означает, Алексей на перемогу не различовал, тому что узровень конкурсантов был вельми высокий. Меж тем, теоретичных ведов хотела не только к обстворить лепший проект на конкурсе, а проект, який мог чима выкористовывать в реальном житте. Суть была в том, что у всех был разный набор оборудования в ГРП. И, по сути, я думаю, что отчасти у меня первое место, потому что я выбрал максимально современное оборудование, которое нашел вообще. Еще, наверное, потому что потратил на это реально очень много времени. По сути, за такими проектами будучи не при будавництве новых микрорайонов. У первую чергу за питание о эффективности використания ресурсов. До речи, на республиканском конкурсе, окроме Алексея Воронкова, добрый узровень ведов продемонстровали еще двое студентов университета. Этот факт, конечно, был очень приятен, потому что наши ребята проявили творческую активность и показали высокий уровень знаний при решении технических задач, конкретных, прикладных. Ребята выиграли такой замечательный республиканский конкурс молодых проектировщиков, и, соответственно, мы гордимся этим. Головный приз конкурса – опрационное погоднение с науково-доследшим институтом Белгии пропали в АГАЗ. Тому вызнашаться переможцу Алексея Воронкову с будущим местом працы не потребно. Зараз и он завершая навучание во университете, а уже упраз некольки месяца упашне уносить свой уклад у развития белорусской науки, який спадеется, покулящий студент в будущем станет весомым. Дмитрий Котал, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Закаханы усягу свету сёня означают самое романтичное свято уходе – День Святого Валентина. Яну односно недавно пришло до нас с Заходу, але поспело замацываться у календары и набыть свои традиции. 14 лютого свято романтики и пяшчоты, а вось супрацовники ЗАГСа упрацуют во узмоцненном режиме. Так, в Доме грамадянских обрадов сёння будет зарегистровано 10 новых шлюбов, что в пять разов больше, чем у звычайных авторок. Личится, что союзы, заключенные в этот день, будут вылучаться романтичностью и экстравагантностью. Навод, после многих годов, проведенных разом, такая пара заховая у односинах пяшчоту. Молодые верят, что этот особливый день принесел их суместное житё и аще больше взаиморазумения и радости. Мы познакомились в лицее. Вместе мы уже почти 6 лет. И пожениться мы решили 14 февраля. День влюблённых. Знаменательный такой день. Очень символично. Очень символично, да. Какой день может быть лучше. У Доме грамадянских обрадов в минулом году было зарегистровано коля тысячи шлюбов. Всё лето 90 закаханных пар поспели умоцовать свои односины. Середний взросл молодых при уступлении у шлюб зараз складает 25-27 годов. Специалисты лечат, что такие пары значительно больше ценят свои односины и мкнутся захавать почутки. Подарунок до свята подрихтовала гомельчанам центральная городская библиотека имя Герцена. Тут открылась коллективная выстава гомельских фотографов под названием «Закаханы люты». Каханне может быть первым, пяшчотным, нечеканным, шалёным. Миновита таким, розным, яну полстае на фотосдымках. У основе выставочного проекта думки и в образе неординарных людей. З одного боку, идеи фотографов, з другого – характеры и эмоции закаханных пар. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знать на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvarmil.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова